Дом Да здравствует реальность нашей жизни. Дом был построен как коммуна художников в 1929 году на деньги художников. И закончил свое существование, собственно, как коммуна в 1936 году, когда начали забирать в лагеря художников за формализм при сталинских репрессиях. А потом этот дом забрался из художников и стал выдавать мастерские художникам. Как правило, перед их смертью старички получают мастерские, а потом быстро умирают. И следующие в очереди получают. Естественный отбор продолжается, как мы любим. О чем я хочу рассказать и о чем я хочу написать в ближайшие же дни подробно, поскольку мне кажется, что это совершенно гениальная идея, которая должна быть использована как можно большим количеством моих друзей, детей моих друзей и людьми вообще на всей планете нашей. Поскольку год назад я первый раз воспользовалась сайтом STI, который нашла совершенно случайно на Фейсбуке. И это такая штука с волонтерскими программами по всему миру. И поехала в Японию и работала там с группой молодых ребят. При этом возрастной лимит этих волонтерских проектов от 17 до 99 лет. То есть как бы совершенно не факт, что это будут молодые люди. Но сейчас я понимаю, что тенденция включать молодежь, это обосновано тем, что принято и традиционно, когда дети после колледжа год шатаются по миру и набираются опыта. Это как бы европейская традиция, которая перешла и в азиатские институты социальные. И ребятки, таким образом, многие действительно едут участвовать в волонтерских программах. Так вот, тут, будучи в Мексике и вернувшись оттуда, абсолютно счастливая с кучей информации, я залезла в историю этих волонтерских программ и выяснила, что первый человек, который придумал все это, был швейцарский энтузиаст, который в 1920 году собрал волонтеров, и они восстановили поле сражения, абсолютно убрав следы войны из ландшафта деревни во Франции. И, конечно же, это абсолютно потрясающая вещь. Он всю жизнь был пацифистом, энтузиастом. И сейчас его дело развернулось на огромное количество стран. Везде есть офисы этого сайта, этого волонтерских проектов. Короче, эта история, это как бы, да, такая отдельная тема. Но что меня впечатлило в этот раз, это то, что, сидя в коридоре и ожидая приема зубного врача, я открываю этот сайт и вижу предложение, которое я моментально даю окей, моментально пишу резюме и плачу за все, заказываю билеты, буквально не сходя со стула перед зубоврачебным кабинетом. А дальше счастливая всем звоню и говорю, знаете, куда я поеду скоро? Нет? Я еду спасать яйца морских черепахов. Я тоже хочу яйца морских черепах. Короче, не успев вернуться из Индии, я уже собралась в Мексику и поехала туда. И когда так решаешься куда-либо поехать, думаешь, да не, ладно, это невозможно, да черт подери, неужели мне так везет в жизни, что я вот так вот нашел, заказал и поехал. И да, и в общем-то вдруг ты оказываешься на другом конце света и видишь офигительно вокруг себя людей, чумовых молодых ребят, и не только молодых, но и разного возраста. И встречаешь нам в маленьком мексиканском городке уже родных тебе торговцев овощами или кукурузой, которые обнимают тебя и которых ты рисуешь. И, в общем, как бы получается, что действительно вся планета твой дом, елки-палки. И все эти люди, моя семья, сейчас мы переписываемся, и я знаю, что если я туда приеду, меня все будут обнимать. И это очень комфортно, это совершенно меняет угол твоего восприятия в принципе на жизнь. И на всю эту трагическую хрень с жизнью, в которой мы проживаем, которая так или иначе когда-либо кончается, тут как-то не так уже страшно становится, потому что ты везде и, в общем, никуда ты не пропадешь. И да, про руководителей проекта. В Японии руководитель проекта потряс меня своей силой личности, своей методикой схватить все вокруг и использовать это в гуманитарных целях так, что все это схваченное поддерживает друг друга и создает гармонию не только для этого человека, но и для людей, которые включены в его деятельность. Это остров Южный, остров Кюсю, провинция Кумамото, город Минамата. Там была экологическая катастрофа в 1958 году. И, в общем, сейчас с помощью правительства и ряда энтузиастов такими, как вот является Джин Пей, с которым я познакомилась, совершенно полностью восстановлено. И экология, и сознание людей меняется, и восприятие природы меняется у людей. И я еду в Мексику сейчас, и в городе Гуэабитос встречаю провинцию Нейрита, я встречаю Винсента Пенья, который абсолютно... На самом деле мы все ровесники, что Джин Пей, 60-й год, что Висенте тоже практически ему там 50 с чем-то. То есть мы все из одного раздела ребята. И это тоже, мне кажется, довольно любопытно, потому что пусть это Мексика, пусть это Япония, вообще разные культуры, разные континенты, эти вообще островная имперская хрень, эти мексиканцы, там над ними Америка висит, там свои комплексы. И я из прибитая совком по уши родителей-инженера и семья, которая всегда боялась, дворянское происхождение скрывалось, и все это было вот в такой ком страха, комплексов неуверенности в себе и вранья друг другу, даже собственным детям по поводу того, что все будет хорошо. Совершенно разные люди. И все-таки нас что-то отличают. И почему-то мы очень сильно совпадаем. Это какая-то другая человечность, что ли, это романтичность, черт подери, какая-то детскость, может быть, которой нет уже у молодежи, поскольку они интернетовские ребята, которые гораздо глубже нас и гораздо конкретнее, аналитичнее смотрят на все вокруг, отцифровывают информацию. И да, вот приезжаешь в этот город, видишь этого человека и понимаешь, что он тоже охватил весь регион. То есть вот он 30 лет назад начал этот проект по спасению яиц редких видов морских черепах, которые веками откладывали на этих пляжах в одном и том же месте эти яйца. И потом пришла цивилизация. И эти пляжи стали популярны среди срафингистов, там застроились отели. Экологическая ситуация поехала в разные стороны. Туда пришло очень много хищников. Яйца стали есть еноты, яйца стали есть кошки, яйца стали выкапывать мародеры для того, чтобы продавать их на черном рынке. И морские черепахи, 8 редчайших видов морских черепах стало исчезать для царапланеты. И человек Висенте Пения подключил группу своих друзей, и они стали выкапывать эти яйца, хранить их в специальном помещении, оборудованном как террариум, и затем выпускать их в разных местах, охраняя, во всяком случае, земных хищников. Конечно, водяные хищники это тоже большая проблема, но все-таки, хотя бы частично. И действительно, по голове черепах изменилось, их стало гораздо больше. И это замечательно. Но при этом я понимаю, что Висенте Пения не занимается не только черепахами, он занимается людьми. Его сердце, его личность, его персона настолько жизнеутверждающая, полна любви, что он подбирает ряд страждущих животных. Он купил специально ранчо, где у него живут какие-то спасенные от смерти лошади, коровы, индюк, гуси, крокодилы, которых почти всех истребили. И все процветают на этом ранчо. И точно так же он относится к людям, точно так же он относится к уличным торговцам, он точно так же относится к молодым ребятам-волонтерам, которые приезжают. Это команда. Гайс, идем туда. Гайс, едим сладкий торт, зажигаем свечу в честь дня рождения. Это игра, это радость жизни, это как бы отношение к жизни, к самому себе и, соответственно, ко всем вокруг. Но это просто гениально. Когда таких людей видишь, думаешь, черт подери, ну вообще жизнь справедливая. И это не раз-два я обчелся, а это прямо команда. А потом, когда молодежь вот такая приезжает, кто такие волонтеры? Вот сейчас со мной работали. Парень из Японии, девочка из Тайвани, девочка из Франции, девочка, дама из Голландии. То есть вообще совершенно разные культуры. Но дело в том, что когда мы туда приехали, когда мы стали работать, нас что-то объединяет, как какие-то общие цели. Мы разговариваем на плохом английском, но на одном и том же языке, выражаем свои чувства, и они нам абсолютно знакомы. И это, конечно, тоже абсолютно гениальная вещь. И вот дневничок мой путевой. Купила красивую книжечку в Париже. И начала ее я 12-го, 10-го, 19-го. И назвала ее «Три месяца жизни». А потом в скобках написала «Настоящий». Потому что приезжаю я домой, в свой комфортный большой домик, ложусь на диван, смотрю в окно, где рассвет, закат, рассвет, закат, рассвет, закат, и я не живу. Жизнь пролетает мимо. А вот когда я в Шереметьево паспортный контроль пройду, пиво закажу себе с салатом, начинается жизнь. Следующее. И каждую минуту она подарки несет. И ты уже не сидишь просто так с чувством потухшего вулкана, а ты фонтанируешь, и знакомишься, и работаешь, и уже себя не жалеешь, а уже используешь весь свой ресурс физический. А он, между прочим, еще ого-го. И ты это понимаешь, потому что когда сидишь на диване, ты понимаешь, что ты кончился весь. А когда ты пошел, пошел, и дальше оно набирает, набирает, набирает. Оторваться сложно. Так вот, дневничок начался с моего друга, путешествия с другом Абалонским. Сначала в Анфлёр. Съездили мы с ним в Анфлёр. Вернулась я из Анфлёра. В Анфлёре был прекраснейший праздник, где все граждане города пришли в церковь с животными и их благословляли. И это праздник Святого Франциска. А потом я со своей подругой Машей Шмидт из Парижа поехала в Кэрролла, в Индию. И мы с ней через несколько страниц уже рассекали по Индии. И смотрели, как китайскими сетями ловят рыбаки рыбу, и как черные вороны эту рыбу пытаются подрезать. И вот такие там были замечательные в рецепшн девушки. И вот актёры танца катакали целый час красили себя на сцене, а потом исполняли танцы. И потом были путешествия на плетёных лодках. И Индия пошла, понеслась. И дождик, и всякое разное другое. И танцы с мечами. И Новый год индийский, хэппи девали, когда петарды взрывают, и бедные торговцы фруктами, которые по пляжу ходят. И у тебя просто нет денег, и ты говоришь, я не хочу сейчас ничего покупать. И он говорит, ну завтра, завтра, завтра купишь. И ты говоришь, да, ну завтра куплю. И врёшь, в общем, собственно. Ну, что поделаешь. И вот такие рыбаки. И дальше приехала я в Париж. Вот это, кстати, хэппи девали, праздник. Неожиданная вещь. И Ашарамоша, где Оша нам на вечерней медитации читал свою очередную лекцию. И все её слушали в Чёрной пирамиде, сидя. А потом начался перед отъездом такой дождь, что мы плыли на машине пять часов вместо полутора. А дальше мы с моим другом Сашей Бондаревым поехали в Вену из Парижа и смотрели Дюрера и потрясающего Бонара. И потом прилетели. Это последний ужин с моей подружкой Таней Брасбург в Париже. И дальше. А дома я не рисую, потому что это застрел, как абсолютно нет жизни. И вдруг, жра, понеслась Мексика. И вот такие пляжи по 15 километров. И вот такие рассветы с пеликанами. И люди, которые говорят Бон Диа, Ола. И всё время просыпаешься голубое небо. И утром торговка фруктами идёт в 6 утра. Это вейк-ап-кол, потому что она кричит БОЛИРОС! БОЛИРОС! Продают булочки свежевыпеченные. Каждое утро, каждое утро. И рыбаки чистят рыбу, а вокруг стоят пеликаны. И они все очистки им бросают. И пеликаны уже, даже рыбаки ещё не начали чистить рыбу. Они уже толпой сидят на прибойной волне. И ждут этих кусков. И фрегаты вырывают у них эти куски изо рта. И бегает огромное количество добрейших собак. И патрулирование по ночным диким пляжам на квадроцикле. В поисках нерестящихся черепах. И такая жизнь, что ни минуты не сидишь в покое. И даже спать жалко, потому что всё время что-то происходит. И громкая музыка, сумасшедшая, мексиканская. Которая несётся из каждого угла. Громкая, разная. И превращается в душераздирающий. И для уха какафонию. Всё равно не раздражает. Потому что это местный колорит. Так же, как и краски, которые орут. Но которые каким-то образом совмещаются в некую формулу счастья, гармонии и, собственно, мексиканской реальности. Это ласточки так ночью спят на проводах, которые днём носятся по небу около волны, на стыке земли и океана. А потом улетают в город и спят везде-везде на проводах, на балконах целыми пачками. И вот так вот черепахи приходят и откладывают яйца на пляжи. И у меня уже кончилась моя волонтёрская практика. Я осталась ещё на неделю. И Висенте пригласил меня с новыми волонтёрами поехать на ночное патрулирование. И я поехала. И ребятки-то молодые. И так вот по песку-то часа 4-5 походишь. И, собственно, ножка начинает болеть. И я уже чувствую, что всё, сила духа моя пропадает. Думаю, ребята, оставьте меня здесь. Я там подожду вас. Думаю, нет, надо идти быстрее. Скажи, иди, иди вперёд, давай. И тут команда. Все спать. И все рассыпаются спать разрешили какое-то время. Я засыпаю немедленно на этом пляже. И чувствую, что какая-то сука мне в лицо песком сыпет. Так вот, хаач, хаач. Я думаю, блин, что за шутки. Прямо рядом со мной вышла черепаха, копает яму, откладывает яйца. И я тут фонариком всем помигала. Все прибежали. И, в общем, мы этот процесс от А до Я фиксировали. Потрясающе. То есть черепахи откладывают от 80 до 120 яиц. Причём первый раз черепаха откладывает яйца в 20 лет. То есть до этого она должна дожить и дорасти до определённых размеров. Когда черепашонок выходит из яйца, он мягкий, как полиэтиленовый пакет. Соответственно, он должен немножко окрепнуть. Плюс, когда мы их отбираем с поверхности песка, где они в ящике, значит, как бы вылезли наверх, мы денег держим в тени, чтобы они немножко окрепли и перестали спать, потому что все малыши много спят. Дальше их нельзя сразу бросить в воду. Он утонет. Он должен пройти эту дистанцию 5 метров. Мы специально ждём и контролируем этот процесс. Пока он идёт, в нём включаются все его биологические программы. Как дышать под водой, как охотиться, как... То есть у 5-й и 10-й. То есть вот эту дистанцию он должен прочухать вообще, куда он попадает и зачем. И дальше начинается его полная опасность и страшная жизнь. И совершенно неизвестно, да. Впрочем, известные 100 выжигших в течение месяца малышей, всё-таки через год это будет 3-2 максимум остальных съедают. Естественный отбор. Жесточайшая штука. Редкие моменты счастья на пляже, когда ты лежишь и загораешь вместе с молодёжью, у тебя всё по диагонали. И вот этот специальный рисунок, когда ты всё видишь так, что торговцы на пляже идут по диагонали, шашлычки предлагают из креветок, пеликан по диагонали летит, собака грызёт себя по диагонали, выгрызает блох, прибой по диагонали и горизонт тоже. Это такая пляжная экстаз. И в какой-то момент я подобрала щенка-лабрадора, которого Висенте сказал, что он возьмёт его себе на ранчо, и я принесла его. Его потеряли на пляже, он долго бродил один несчастный, теперь он живёт на ранчо с большой семьёй собак и ужасно счастлив. Вчера мне Висенте прислал картинку, видео, как Поппи его назвали, рассекая там полностью счастливый. И, конечно же, вот эти все встречи удивительные с людьми. Гуляя по пляжу, я несколько раз поздоровалась со стариком-американцем. Туда, в Гуабитас, приезжают пожилые пенсионеры, канадцы и американцы, когда у них, собственно, такая же погода, как у нас, то есть очень некомфортная. А там они снимают или покупают домики, цены очень небольшие, и проводят там 5-6 месяцев в прекрасном климате с великолепной свежей морской едой и замечательными фруктами. И все они, естественно, здороваются друг другом, потому что так принято. И я здоровалась со всеми. И вот этот американский дед, с которым мы несколько раз так поздоровались, он очень был похож на портрет Хемингуэя, гравюру, которая висела у меня в детстве. Тетка-студентка повесила ее на стену. Я не помню, чья это, даже я не знаю, чья это работа. Портрет очень хороший, по-моему, на линолеуме гравюра, вырезанных Хемингуэя, наверняка помнишь, да? И я его так в своем дневнике обозвала. Вот, значит, опять встретила старика Хемингуэя. Значит, там, привет, Хем. Вот, затем я уехала в другой город на три дня, возвращаюсь, и издалека он мне уже машет. Он говорит, я думала, что ты уже улетела, а там, как я рад тебя видеть. Мы с ним прошлись и разболтались. В общем, оказалось, что его зовут Том, он инженер. Он инженер-строитель, он до сих пор, у него своя контора, он делает проекты и строит. И в результате теперь мы переписываемся, и он посылает мне закаты и восходы. И, в общем, это очень классный старичок, который рассказал, как у них там организована жизнь. То есть кто-то купил бар и варит кофе для своих друзей, кто-то там какую-то музыку играет. И, в общем, своя тусовка. Но при этом, что приятно, людям уже глубоко за 70 рассекают, общаются, ходят бодрым шагом на рассвете. Я говорю, а как вообще твой день построен? Он говорит, ну вот прошелся, вот выпил кофе там у своего приятеля. Затем, это обязательно, с часу до трех, я сижу вот здесь на пляже и смотрю за горизонт, в океан. Это обязательная программа. Ну, черт подери, да? Господи помилуй. Очень клево. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»